Более ста человек вышли на тропу русской лыжни, чтобы принять участие в ночных соревнованиях по Рогейну. Рогейн – это командный вид спорта, близкий к спортивному ориентированию, приключенческим гонкам и горным марафонам. Участникам предстояло за два часа преодолеть обширную часть леса на острове Русском, чтобы набрать максимальное количество очков. Соревноваться можно было не только на ногах, но и на велосипеде. Ночной Рогейн – чем он интересен? Потому что здесь теряется в темноте, скажем, рельеф немножко. То есть не видно в ночи, в угор и так далее. И будет зависеть от того, как участник хорошо читает карту на самом деле, и как он будет на эти контрольные пункты заходить. И в темноте это только точный заход на КП поможет ему выиграть. Ну, поэтому посмотрим сегодня, кто у нас выиграет. Быстрые ноги или все-таки голова? На соревнованиях нужно найти как можно больше контрольных пунктов на местности. Для отметки установлены считывающие устройства. К ним нужно приложить браслет. За каждую пройденную точку начисляются баллы. Участники самостоятельно планируют свой маршрут по карте. Единственное ограничение для них – время. Нужно не только собрать точки, но и вернуться на место старта. Максимальное время прохождения трассы – два часа. Ну, ночью лучше, чем днем участвовать. Ночью интереснее. Да, а почему? А потому что ночью лес по-другому смотрится совершенно. И найти сложнее. Найти сложнее точки. С одной стороны, вроде как они подсвечены, а с другой стороны, листиками прикроют и не найдешь. И все видно совсем иначе. То есть те же самые тропы, на которые ты смотришь днем, они ночью выглядят совершенно по-другому. Там, вроде как, вышка, но мы облазили там весь овраг и не нашли никакую вышку. Но так бывает. У Леони спрашивают, что он скажет. Мы слипом, что в детстве играли, когда в остров сокровищ, да, это вот прямо оттуда. То есть это для взрослых, это такое некое приключение, которое сопряжено еще с неким спортивным азартом, да, то есть посоревноваться с такими же, как ты, участниками, посмотреть, кто сделает это лучше, чем ты. После забега было проведено награждение победителей. Вручали не только медали, но и сладкие подарки. Были и другие интересные и даже смешные призы. Еще одна зубная паста, другая, семейная. Самым ценным призом стала САП-доска. У нас всегда проходят эти лотереи, и в основном я выигрывала какие-то небольшие сувениры от Рогейна. Вот, а в этот раз выиграла САП, очень ждала. Тогда будем кататься. То есть вы будете на нем кататься? Да, я буду участвовать в нем на Рогейне. Ночной Рогейн Филин 5 – это седьмой этап Кубка ДВ 2022 года. Следующий этап станет уже морским. 6 августа в Фокино пройдут соревнования по Рогейну на САПах. Олег Завьялов, Василий Тихонов, Вадим Попов. Новости на восьмом. 7. АПах.